У нас сегодня такая хорошая служба, потому что мы должны все-таки так немножко постоять в храме, подумать, не спешить, не бежать, не торопиться никуда. Но сегодня у нас 40 мучеников, которые мучены были в озере Севастийском. Очень красивое озеро, я там был и купался. И вот эти мученики, они так любили Христа, что они избрали смерть, страшную смерть в ледяном озере и только один из них соблазнился, потому что там было как для соблазна их растоплена баня, оттуда был пар такой теплый, горячий. Как было трудно устоять, чтобы не отказаться от Христа. Но видите, только один, и то его место занял тот, кто был воином-гонителем. Мы, конечно, рады очень и благодарны, что в нашем храме такие чудные священники, хорошие, хорошие. Это даже не мои слова, кстати. Когда-то, вы знаете, наверное, может быть, отца Романа, который песни писал, да? Лучшая поэзия, молитва. Ну, все его такие, соловей там, что-то не буди. Ну, он много песен, и сейчас он трудится. Так вот, он давно-давно когда-то приехал, мы там с ним так общаемся, и сейчас общаемся. Значит, заходит он в алтарь, смотрит, там отец Валерий спит, а в руке у него молитва слов. Он говорит, ну, говорит, да, у вас, говорит, священники крутые. Поэтому, конечно же, мы знаем, что отец Валерий, несмотря на то, что он так уже зрелый человек, зрелый человек, понимаете, он, ну, уже юношеский возраст прошел, но у него бодрость духовная, и главное, что у него есть стремление помогать людям. Это очень ценные качества, которые, которые, ну, без которого священник, мне кажется, неполноценен. Поэтому вот то, что он, вот так вот, у него есть такая забота, и вот знаешь, что если ему скажут, что надо туда поехать, надо, он, несмотря даже на ущербы своего здоровья, и то, что он даже может быть от этого, это тоже есть какой-то здесь, понимаете, не хватает рассуждения, но он едет безуговорочно, он идет, он исповедует, и он не отказывает, понимаете. Это, конечно, для нас очень ценно и очень дорого, потому что, что мы видим, что человек, для него служение – это вся его жизнь, не часть его жизни, а вся его жизнь. Поэтому, конечно же, нам очень хочется поздравить его отца Валерия с Днем Ангела и пожелать ему еще много-много времени трудиться и служить Богу и ближним в нашей обители, и в интернате, и с больными, и со здоровыми, которых, конечно, не много, может, их и нету, но, конечно, и утешать людей, и действительно нести свой священнический крест до последней минуты своей жизни. Дай Бог ему всего самого-самого лучшего, и мы действительно, я лично говорю это от всей души, с большой любовью, мы желаем, чтобы отец Валерий действительно, понимаете, очень нужно, потому что, к сожалению, я скажу, к большому сожалению, не все, но многие священники сейчас относятся, молодые особенно, по-другому. Я не буду без осуждения, я просто с сожалению, с большим, очень большим сожалению и со скорбью это говорю, без всякого осуждения, поверьте. Но мне это очень обидно, что, когда я вижу примеры, когда человек говорит, нет, все, у меня нет времени, мне некогда, у меня уже силы кончились, ну вот, старая гвардия у нас стоит, и дай Бог им стоять дальше, защищая наши границы нашего православного царства. Благоденственное, мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, рабу Твоему, священный Ирею, Валерию со сродниками, и сохрани его на многое, лето. Благоденственное, мирное житие, звуки виноваты, Благая, благая, благая лета, благая лета и вечная любовь. Батюшка, может, Вы что-то скажете, пару слов? Конечно, конечно, вот, конечно, все понимают, что... Спасибо, Господи, спасибо, Господи. Спасибо, Господи, здоровья. Конечно, хочется сказать, поблагодарить за, ну, если сказать незаслуженно, это ничего не сказать. Конечно, надо после таких поздравлений тоже стараться подняться от сна и действительно читать молитвослов. Я очень рад, конечно, что я попал сюда, что у меня есть возможность побыть пока еще здесь, послужить, сколько дает Господь. Принять отношения такие к себе и попросить, конечно, чтобы помолились. Я хоть подтянулся так немножко к этому уровню, о котором говорится здесь. Действительно, Господь давал силы, вот эту любовь к людям, веру и желание. Желание исправиться и действительно послужить тем, кому это необходимо. Благодарю вас за молитву, за поддержку, за любовь, которая помогает еще стоять и жить, и иметь надежду на исправление. Очень надеюсь, что Господь исправит меня, и я действительно начну делать то, о чем здесь говорилось. Спасибо, Господи, за молитву, и будем благодарить Бога за Его дары. Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебе, Господи, Боже мой!